Мужчина такой, он такой, его надо таким принять, и его нереально изменить. Потому что мы движемся с Богом, потом у нас в семье все хорошо. Я абсолютно уверен, если мы сейчас закинули там сферу призвания, служения, то мы тут только и разрывали в отношениях. Чуть в том, что мы абсолютно не идеалы, просто мы в чем-то, у нас что-то получается, да, я не знаю, что у нас все будет. У нас есть какие-то моменты, ну, как бы, есть какие-то, вот, может быть, сильные стороны, и мы ими стараемся делиться, да, то есть. Вот у нас получилось это, создать счастливую семью, получилось создать по воле Божьей, так, как Бог хотел, и мы пытаемся двигаться в призвании. То есть мы этим вещам мучим, и мы понимаем, что если вы так будете поступать, то вы, ну, у вас, по крайней мере, есть гарантия на то, что у вас, вот, там, будет счастливый семер. Ну, а для меня романтика, когда вот фокус есть, у Мужа есть фокус на тебе, и он даже, когда на работе, например, бывали ситуации, когда он говорил, вот я на работе у тебя, ну, вот это романтика, когда он фокусируется на тебе, даже вместе куда-то, когда выходишь, и когда фокус на тебе. Если там вышли в кафе, например, и он достает телефон в это время, то все, у меня истерика начинается. Я романтика уже включилась. Я романтика нету, потому что он уже фокусируется не на тебе, а на какой-то информации, которую он там находит. То есть, ну, женщины, я не знаю, может, она или Анжела такая, или все женщины, они ждут, как бы, вот, продолжения банкета. То есть надо полностью выложить вот и до. После этого, где-то через 2 часа, он меня такой подвозит, говорит, ну, все, я, говорит, тебя отвожу домой. Я такая истерика, мне как? Только началось, только романтическая атмосфера создалась, а он уже устал, он уже, короче, какой целый день. Я раньше вообще очень такая была категоричная, устраивала ему истерики в связи с этим. А теперь понимаю, что человек уже не поменяет. Это не помогает. То есть, когда ты привык жить, вот, уже тебе там 30 лет прожил, вот, ты же себя знаешь, знаешь, что мне нужно, как я поступаю. А здесь человек, который абсолютно не такой, как я. Женщины, они абсолютно отвечают от мужчин. То есть, с ней по-другому нужно вести, то есть, другое что-то давать. И вот это вот перестроиться, это очень тяжело. Всем привет, с вами Иван и Анжелика Ковуненко. И мы сегодня в гостях у Светы Петалевой. Мы хотели заснять такое небольшое интервью. Света нам позадает разные каверзные вопросы. Да, я думаю, будет интересно такое видео сегодня. Когда у вас сложилась семья? Первые месяц, два, три, нет, давайте первые полгода. Самые сложные моменты, которые стояли перед женой, и самые непростые, которые были перед мужем? Я хочу сказать о том, что вообще для меня, ну я тоже об этом уже рассказывал, что я готовился к сложностям. Я был научен так, что семейная жизнь — это сложно, и это надо будет себя в чём-то там ограничивать, переделывать. Но я был удивлён, что это настолько он незаметен этап произошёл. То есть вот у меня реально, я жил один, потом раз случилась свадьба, и тут со мной появилась рядом как бы жена, другой человек, а я практически этого не заметил. Может, потому что я был настроен очень так, знаешь, жёстко, то есть думал, сейчас что-то будут сложности. Но для меня это вообще, я по поводу трудностей спрашиваю, я не знаю, какие трудности. У меня реально не было трудностей. Не знаю, может, в Мажелике были трудности? У меня таких трудностей, на самом деле, можно сказать, что это трудность, у меня не было. Я думаю, это какая-то благодать. То есть я, ну это моё мнение, что если воля Божья есть на создании семьи, то не будет такого, что ты будешь там сражаться. То есть если это два зрелых человека, уже подготовленных хотя бы в какой-то степени, то я, моя точка зрения, что должно быть, ну, по крайней мере, легко, более-менее. Значит, ты можешь утверждать, я могу сейчас подвести, вот твой ответ к тому, что может быть всё с самого начала идеально. Ну, может быть, не прям там идеально, но как бы в какой-то степени идеально, да. Так, мужчины, как правило, не разрывают всех партий. Я, я, не... У Вани, конечно, у Вани, у него такая позиция к жизни, он видит всё хорошее. Да, я оптимист. Он видит всё позитивное в жизни, и он не концентрируется на негативе. У меня, например, другая ситуация. Я человек, который сформировал с детства базовое недоверие к миру, да, и бывают моменты, ну, такие сложные. Я могу концентрироваться на каких-то негативных вещах, но таких сложностей, честно говорю, нет. Потому что вот как раз он, вот в наших семейных взаимоотношениях буфером он является. Обычно женщина должна быть стать буфером, да, на эмоции мужчины, правильно реагировать, правильно себя вести. Но здесь он, мне кажется, больше буфер, чем нежели я. То есть я и более эмоционально, и более, может быть, агрессивна в каких-то вопросах. И, ну, ты задавала вопрос по поводу сложностей, которые возникали в первые полгода, наверное. Вот это осознание всё равно мужской и женской психологии. То есть мужчина такой, он такой, его надо таким принять, и него нереально изменить. Вот. И принять с себя вот психологию свою, понимать, и ещё и мужу попытаться объяснить, что с тобой происходит. Ну, наверное, да, Анжелика права, потому что я вспоминаю, были, конечно, вот такие вот напряжённые моменты между нами. Именно потому, что, ну, Анжелика, женщина, я мужчина, мы разные. И вот, может быть, вот единственный такой момент, но это бывает, это бывает, там, может быть, раз в месяц, какая-то что-то, он жил часто, что накапливается. А это причина почему-то? По непонятной абсолютно причины для мужчины. Для мужчины это непонятные. То есть она вот это всё изливает. Но это бывает так, например, ну, один вечер, и она поизливает, мы потом всё обсудим, и всё потом хорошо и замечательно. То есть вот, это единственное реально, что я могу вспомнить. Такой вопрос. Что случилось с вашей семьей вот на протяжении всего времени, когда вы вместе? То, что, чего вы не ожидали вообще, в принципе, и хорошее, и плохое. Ну, к примеру, вы там не ожидали, что у вас сразу родятся дети. Вот, это первое. Сразу родятся дети. Первый, потом второй. То есть я, например, вообще как бы, ну, не думал о деле, потому что я думаю, мне вот сейчас главное справиться с женой. Да, то есть вот появилась жена, мне надо как-то освоиться, а тут жена, соснать, что... А так получилось, что сразу появился первый ребёнок, потом второй. И для нас это была неожиданность, конечно. Ну, мы справились. Ну, да. Вы наверняка ещё были какие-то неожиданные. Допустим, ну, что-то вы не ожидали. Вы не плановали. Допустим, вот вы, вы либо вообще не планировали семью, уже будет оно как будет, вот как оно сложится. Либо вы думали, там, через два года так, в плане семьи, в плане служения, в плане друзей, мы планируем детей, дети, чтобы у нас вот такие были там. У нас нет каких-то таких планов, ну, чётких, конкретных, которые вот мы должны достичь. То есть у нас в первую очередь это действительно, ну, на первом месте это, ну, стоит служение и понять, что Бог от нас ожидает, что Бог от нас видит. То есть реализация вот в призвании может быть так. Если в семейных взаимоотношениях всё нормально, всё налажено, то есть и идёт процесс, то ты фокусируешься на служении больше. Понятное дело, если здесь будет какое-то, что-то в чём-то проседать, то, понятное дело, в этой сфере ты будешь больше, эту сферу будешь больше подтягивать, в эту сферу будешь вкладываться. То всё это в балансе. То есть семейные взаимоотношения, да, взаимоотношения личностного характера и служения, оно всё должно двигаться вот так. Я лично, вот, как бы, думаю, уверен в том, что потому что мы движемся с Богом, потом у нас в семье всё хорошо. Я абсолютно уверен. Если мы сейчас закинули там, ну, сферу призвания, служения, то мы бы тут только разребали, ну, в отношениях. Это я так, я не знаю, я в этом уверен. Поэтому для меня, в первую очередь, это двигаться с Богом. То есть исполнять её волю, я знаю, что остальное всё будет прилагаться и в семье, и дети, и всё остальное будет всё прекрасно, замечательно. Это моя такая позиция. Скажите, а вы сразу до брака или в начале создания этими договорились, что вы будете вот так вот служить вместе, как вы служите сейчас? Вот в одном деле, в одном служении, в одном деле? Не договаривались мы по поводу служения. Опять же, оно как-то так произошло. Спонтанно. Спонтанно, что ли. Ну, и опять же, я говорю, что я хотел, чтобы моя жена была, ну, лидер, чтобы она была Личность, чтобы она, ну, в чём-то двигалась в своём. То есть, и как-то действительно Анжелика является таким человеком, и оно как-то так соединилось. Ну, я тоже думаю, что, наверное, Бог это видел, да? И мы ничего ему не договаривались. Мы даже договорились, что мы… Ну, я знала его призвание, он знал моё призвание, и мы говорили, что ты будешь в своём двигаться, а я буду в своём двигаться. У нас даже была такая договорённость. Мы никак не ожидали, что Бог нас вот двоих совершенно с разным призванием может в одно соединить. А как это случилось? Ты просил Ивана помощь, или он хотел тебе… Он просто захотел заснять мою историю. И заснял, и оно как-то пошло, вот какой-то толчок движения. Люди начали писать, мы это отправили на Виктори. Как-то вот много людей откликнулось, и вот пошло какое-то движение. Ну, и потом просто мы вместе, как одна команда, начали в этом двигаться. Он им даже вот до… Если до замужества, да, говорить, он сказал такую фразу, которая мне очень понравилась, и благодаря… Ну, это… Держимся за эту фразу, наверное. Он сказал, что «Моя жена может не работать, не служить, она должна». То есть и практически вот сколько я вот после рождения детей, да, я не работаю, я занимаюсь чисто служением. Была ли такая… Приходила ли вам такая мысль к каждому по отдельности или присти оставить это служение? Приходила. Или его как-то кардинально поменять? Приходила. Периодически ко мне приходило такое желание оставить служение или передать, или вообще перестать служить верующим, начать служить чисто мирским, работать с мирскими, скажем так. Это периодически ко мне приходит такое желание. Какое, с чем оно связано? Наверное, это связано с усталостью или каким-то, может быть, отдачей, что ли. Ты всегда ждешь какую-то отдачу, хорошую, качественную отдачу. И когда, ну, не совсем эту отдачу видишь, тебе хочется это бросить, дело. Но я думаю, что все служители, все пастыря периодически желают оставить церковь. Оставить служение – это нормальное явление любого. То есть одно дело, когда это происходит спонтанно, ну, бывают периоды, ты устал. Другое дело, когда ты уже задумывайся, осознанно, там, какое-то время, то есть, ну, такого у нас нету, что вот действительно… Я не представляю вообще себя, жить без служения. Там, возьмем даже не станет той, знаем, что другое. То есть я с 98-го года, как я пришел к Богу, покаялся, я научен так, я научен служить, я постоянно в этом движусь, и мне неинтересно и скучно как-то жить без этого. А какие вы люди сами с собой наедине? Какие вы дома? Вот если не говорить вообще о служении… Мы, в принципе, не знаю, простые. Мы молчаливые. Мы, да, мы… Не, ну почему? У нас есть время, да, вечером, когда мы общаемся, мы общаемся там подолго, по низкой числам можем общаться, причем содержательно, конкретно мы обсуждаем там… Мы не умеем просто так говорить. Мы болтать не умеем ни о чем. То есть мы, если говорим, то мы четко, конкретно содержим. Вот так ни о чем, как умеет это многие делать, у нас не получается. Если у нас не о чем говорить, то мы просто… Садимся какими-то делами. Да, садимся там, если время уже там, в основном это вечером, и мы вот… Ну, бывает период, конечно, когда дурачимся, смеемся, тогда уже ни о чем. Да, ну вот как вы расслабляетесь? Но только ответ мы не напрягаемся, не принимается. В этом мы разные, например, потому что я могу, ну, в любой обстановке найти время для отдыха. Даже на конференции, когда у нас очень загружено, мы встаем, я даже там умею расслабляться. Я хочу проводить время. Он спринтер, он пробежался. Да, Анжелика совсем по-другому. Я марафонец, мне нужно пробежать всю дистанцию, а потом только отдохнуть. То есть вот таким образом, если после конференции мне нужно побыть одной. Я вот очень устаю, когда и дети, и все дома, мне нужно побыть одной и разгрузиться для того, чтобы отдохнуть, расслабиться. Периодически ходим, конечно, там в кафе, там, я знаю, что как бы выводим, да, потому что же нужно выводить, потому что если не вводить, это будет потом проблемы. Поэтому, ну, фильмы смотрят, я знаю, как все нормально, люди отдыхают, ничего такого. Ну, у нас нет такого прям какого-то экстремального, что ли. У нас экстремальное, это служение в основном. Перед служением особенно экстремальное, или после служения, всякие приключения, как обычно, их нам хватает. То есть тебе, ну, рассказывали, как мы ехали в Карпаты, да? Вот такой, да, поэтому, как бы, хватает экстрима. А что для вашей семьи есть романтика? Ой, это сложный вопрос. Это, да, это вопрос, который такой, еще, ну, не скажу, что проблемный, да, но... В процессе разработки, скажем. В процессе, да, потому что я человек такой, может быть, не очень романтичный, мне это не просто дается, а Анжелике... Вот мне хотелось бы вот узнать, вот в твоем мужском понимании, что значит романтика? В моем мужском понимании это просто побыть вместе, вдвоем там... Даже при этом можно не разговаривать. Можно, да. Должен быть не вместе. Нет, почему? Ну, в смысле, в разных комнатах, но вместе. Нет, моя мама поехать, даже, к примеру, поехать на дачу, там, на шашлыки сделать, да, то есть летом вдвоем там, с детьми, для меня это романтика. Ну, а для меня романтика, когда вот фокус есть, у мужа есть фокус на тебе, и он даже, когда на работе, например, бывали ситуации, когда он говорил, вот я на работе о тебе думал, вот это романтика, вот когда он фокусируется на тебе, даже вместе куда-то, когда выходишь, и когда фокус на тебе, если там вышли в кафе, например, и он достает телефон в это время, то все, у меня истерика начинается. Все романтика уже включается. Все романтики нету, потому что он уже фокусируется не на тебе, а на какой-то информации, которую он там находит. Я еще заметил такой момент, что бывает, например, вот я выделяю, бывает мне свободный день до примеру я стараюсь там выделять жене что-то сделать там пошли там куда-то сходили погуляли то есть полдня очень хорошо пришло а потом не стоит только на момент отключиться вечером да то есть там в интернете например зависит то все-все-все романтику все поломал то есть но женщины и знаю может или анжела такая или все женщины они ждут как бы продолжение банкета то есть надо полностью выложить от и до если да и а я как бы я не могу долго то есть я вот я выложусь максимально да но это короткий момент и все я потом не нужно дать не вспомнила такую ситуацию когда еще не были женаты перед свадьбой он взял меня там я жила на квартире с девушкой он забрал меня на дачу к себе он по и отец там у него показывал как вот все там дачу со мной и такая на озеро сводил мы вместе пошли на озеро там покупались и после этого где-то через два часа он меня такой подвозит говорит ну все я горит тебя отвожу домой не такая истерика мне как только началось только романтическая атмосфера создалась а он уже устал и он уже короче какой целый день несколько часов это было и он такой раз и все типа как конец то все я тебя отвожу уже все что-то среднее и договариваемся и смиряемся потому что друг другу к таким то есть и я иногда я раньше вообще очень такая была категорична и устраивала ему истерики связи с этим а теперь понимаю что человека за не поменять то есть не помогает когда ты привык жить вот уже те там 30 лет и прожил вот ты себя знаешь знаешь что мне нужно как я поступаю а весь человек который абсолютно не того как я женщина не абсолютно отчет мужчин не по-другому нужно вести то есть другое что-то давать и вот это вот перестроиться там это очень сложно было что он не может понять он пытается умом понять блоге как не работает что почему и как это откуда все вберется то есть он пытается умом понять мы часто говорим что для мужчины вот просто тупо напишите список чел дадим инструкцию по применению жены повесьте там на видном месте и тупо вот делайте даже не вникают потому что я вот постоянно ну мы логике постоянно общаемся если какие-то бывают сложности мы это все говорим я пытаюсь понять вообще как это как это происходит как ты устроены и тяжело бывает хотя мы обсуждаем одни и те же вещи папа много раз недели грабли да но это настолько как бы ну не знаю может быть разные тоже мужчины бывают потому что есть которым легко это дается вот у тебя кстати муж да он более романтичен ему это проще мне сложнее почему-то не знаю почему поэтому хотелось мне вот еще интересно вы так или иначе являетесь учителя ну вот это такая ответственность и такая реган и непростая а для кого-то вообще идеалами или допустим хорошим примером в плане семьи в плане служений вы говорите то людям какими нужно стать по крайней мере плане до замужества как нужно себя вести и в чем надо меняться говорите много таких вещей которые прямые которые вот ни да ни нет можно подумать а вот только так и не как иначе вот для меня было бы это большая ответственность потому что нужно соответствовать вот как мы с этим живете во всем бы вот такие как вы говорите как вы учите все ли у вас так получается не воли вам быть в этом и почему и как вы вообще с этой ролью справляетесь вот в обычной жизни потому что вы на виду вся ваша жизнь на виду я хочу сказать что но во-первых хочу сказать о том что мы абсолютно не не идеалы мы самые обычные нормальные люди просто мы в чем-то у нас что-то получается да я не слышу у нас все понял нас есть какие-то моменты ну как бы есть какие-то вот может быть сильные стороны и мы ими стараемся делиться да то есть и я жили к его что мы говорим это же учим да именно как создать счастливую семью как прийти к этому это то что он через мой проект это что очередь что мы прошли сами то есть мы не учим даже там по поводу воспитания детей например потому что они не наш сфера может быть и не наш конек то есть мы вот у нас получилось это создать счастливую семью получилось создать по воле божьей так как бог хотел и мы пытаемся двигаться в призвании то есть мы этим вещам учим и мы понимаем что если вы так будете поступать то вы вну у вас по крайней мере есть гарантия на то что у вас вот там будет счастливая семья то есть это легально пред богом вот мы не мы не стараемся учить семейных людей да там каким-то семейным отношением как выходить конфликтных ситуаций тогда есть конечно школа подготовки к браку но это образец которому мы все должны стремиться это те учения которые сам бог давал для семей для семейных взаимоотношений которым нужно стремиться то есть это не значит что вот типа у кого-то не получилось значит не надо 9 но к этому надо стремиться а мы очень в основном одиноких людей потому что там в этой сфере у нас получилось и мы знаем как можно при к этому прийти знаю как можно столкнуться с какими-то сложностями видя примеры других людей до слыша эти примеры знаем какие могут быть ошибки какие могут быть подводные камни вот об этих вещах мы в основном и учим часть есть благодать знаю что есть благодать на это мы стараемся максимально то чем мы можем ну послужить передать и так далее но если вы думаете что мы там какие-то сильно там идеально это абсолютно нет то есть ну как бы вот так вот если я я уверен том что мы создали ну как бы семью по воле божьей да то есть я это искал и это хотел жили которые это явно мы в этом уверен то есть мы стараемся об этом говорить как это нужно так то что твой человек да как 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 правильно создавать маша мы внук как бы вот мы создали у нас получила в чем-то да как это как какой-то степени мы просто это передаем делимся опытом больше ответственность конечно как учителя она лежит на нас мы я это чувствует и понимаем вот но с другой стороны мы не можем не сказать то есть страх ответственности да там что ты сказал и потом люди упрекнуть тебя тем что ты сказал значит это ничего не делает в любом случае ну мы будем ошибаться даже в плане того передачи может не то что перед надо передадим но у меня есть очень четкое понимание что вообще не должна прибавлять от себя ничего того что бог сказал то есть бог сказал значит я это передаю если не передаю что-то от себя прибавляет тому что бог сказал что это это я не не даю святости божьей то есть это очень четко у меня есть понимание являть святость божью живет тем чтобы передавать только то что бог сказал по поводу анжелики мне ясно по поводу вообще не думал я это я об этом тоже много раз говорю что я был раньше очень такой скромный закомплексованный весь для меня выйти было на публику что-то сказать это это было смерти подобным что меня тоже впечатление вообще я помню и несколько лет решался выйти на сцену церкви засвидетельствовать ну там о чем-то у нас постоянно призывали на церкви постоянно раньше призывали выходить на татантра я знаю что надо мне а мне стрёмно то есть я думаю ну как я и я не помню этот момент как я вышел я помню что я несколько лет я не мог уйти я знаю что в институте то же самое было что надо короче выходить на вот перед всеми я там помню один раз мне чуть не не заклинил я такой я реально я там бледнел я там вообще мне под рада чуть-чуть не распакался но я вижу что что-то у меня я понимаю что в принципе что-то ну как бы это какие-то вещи которые но я же не такой это что-то надо избавляться и я сейчас как бы многим и ребятам которые там боятся чего-то на едином саду своему страху то есть это преодолевает что когда ты идешь делаешь тоже тебе боись только таким образом преодолевать они когда в жизни не думал но это вообще не моё ну не то что не моё ну ну какие-то публичные вещи это не мой конек да но как бы наверное есть тоже воля боже чтобы я ушел просто надо в этом двигаться надо меняться и все все получится скажите пожалуйста чему вы благодарны друг другу не помог вам поменяться вот конкретно вот анжелика я хочу я спасибо сказать анжелике потому что она поменяла во мне вот это и вот это и так же анжелика вот в чем бы ты поблагодарил своего мужа что он помог либо как-то способствовал тому что твоей жизни что-то хорошо очень положительно с чем вот он на меня повлиял очень положительной стороны что ли я стала более спокойной честно говоря вам возможно не кажется многим людям что я такая спокойная но а когда я вышла замуж очень многие заметили что я стала совершенно другая такая более спокойная с одной стороны с другой стороны у него очень позитивный взгляд на мир и на людей он видит все хорошее вот что для меня например да когда ну ты сконцентрирован на каких-то вещах не очень хороших ждешь от мира постоянно чего-то не не хорошего скажем так вот он он как бы научил видеть что ли как бы что это реально возможно что и за это добро как бы такой взгляд ты вообще получаешь добро то есть на его примере это видно очень и как бы в этом плане он как сказать он стимулирует меня меняться скажем так что это его позиции потому чтобы ты себя чувствовала спокойно тебе говорим успокойся или он как-то себя он очень спокойный сам по себе и как бы это любую проблему приводить в обнуляли в позицию и даже в чем-то в куда прикол то есть можно загрузиться программа там все нормально будет но бывают ситуации когда конечно даже муж не такой не сможет себя успокоить тогда включается бог супруг скажем так когда бог приходит и была такая ситуация когда он пытался не объяснить но успокоить а не получалось совершенно я взмолилась я группу в ты мой супруг ты мне скажи прямо буквально вот то в ту же секунду ваня мне говорит именно те слова которые богу только что сказала в бог я вот хочу услышать эти слова то есть это сосуд через который бог вот сам бог супруг тебя меня любит я вот это чувствую что ты избранный богом сосуд что еще чему ты научился анжелики хотя для мужчины этот вопрос немного стремноватый плане как бы я буду учиться у женщины но тем не менее чему-то у нее научился но я у него много очень таких хороших качеств это цель и целеустремленность если она что-то запланировано сразу делает для меня это было как бы не нужно вот я что запланировано 30 раз обдумать там с одной из третьей спятой она вот сразу так раз вот решили сразу пошла сделал решили там надо позвонить надо позвонить человеку там я что-то сказать сразу идет беру телефон и злой для меня это удивительно я ну я не так делаю то есть ну и многие у нас украинцы там ну так как я да такие то есть не вот четко вот если мы договорились в такое-то время встретиться вот встречаемся то есть и таких вещей принципе много то есть вот практик ну я решительно и возможно но по крайней мере я мне эти вещи нравятся и он понял что так можно это реально потому что вокруг я вижу как вокруг но другие люди живут но такие же как я а здесь как бы человек он с другой сферы и многие вещи для меня кинул интересно за чтобы я и поблагодарил во первую очередь за то что вот она за доверие не знаю возможно что она вот поверила в меня не знаю доверенность но что выйти замуж до человеке аж там не этот самый там не какой-то там миллионер там или еще там звезда ну я обычный парень такой статистический она она да она уже было как бы более ну сфере там я бы сказал в самореализации она была больше наверно реализована чем я и как бы наверное не я не абсолютно либо то что у меня них нет и чувства меня нету комплекса неполноценности я так знаю как без тебе цену мне в принципе ну не в думал что моя жена в чем-то выше меня наоборот мне как-то прикольнее в этом то есть я как бы знаю что ну как бы я в своем вижу да она в своем может быть другой мужчина комплексовал я абсолютно в этом не комплексую не знаю я такой человек с какими людьми вот в команде вам бы было легче работать и служить вот каких вы ждете рядом с собой идей каких вы видите ну такие как ты света хочется конечно в команде людей таких более зрелых и умелых что ли и хочется чтобы люди вот реально желали служить желали помогать одиноким не решить свою проблему не реализоваться самой например да некоторые видят в этом самореализацию то есть я хочу прийти служить чтобы там самореализации нет хочется увидеть людей которые но видят проблему одиноких людей и хотят реально помогать то есть и помогать посильно то есть готовые делать все что нужно для того чтобы помогать скажем так вот и конечно хочется людей таких которые могут скажем так протолкнуть движение на более высокий уровень на более такой качественный уровень именно администраторов может таких людей служителей которые помогут нам вот там нужна помощь чтобы они нам помогли мы да на этом уровне на этом этапе мы понимаем как двигаться нужен человек может быть это не член команды не может быть тот который будет выше нас который помог бы нам как-то вытолкать это движение что ли там толкнуть такой дать толчок на более качественные более высокие более такой масштабный уровень служения это не обязательно что одинокий человек в плане незамужней и неженатой нет они абсолютно не имеем их никаких границ возраста но скажите пожалуйста в каких сферах вы видите перспективы и себя в этих сферах тех которых по сегодня допустим еще не занимаетесь но планируете и либо просто вы думаете о них или возможно вы уже мечтаете вот какие сферы вы бы вот могли так сказать на перспективу возможно что вы в ней будете двигаться но мы хотим вывести скажем так то что имеет станем друзьями на мир то есть начать служить и начать начать как бы как бизнес что ли начать консультирование проводить коучинги вот и у вас не есть желание вывести вот даже самым станем друзьями сделать такой самой лучшей площадкой для общения знакомства христиан по советском пространстве то есть вывести ну на медиа да как-то расскажи это наша цель я лично вижу что действительно движение станет друзьями в христианском мире то есть это будет площадка номер один для общения знакомства обучения так как бы моя такое видение и конечно второе то выход ну неверующих людей то есть выход мир то есть работа с ними это как кону совместный как служение будет и как и возможно бизнес будет вы на такой этап который я верю что мы туда выйдем дойдем на сегодняшний момент вы хотели бы чтобы для вашей семьи наставник или человек с таким вот отцовским расположением было бы конечно неплохо вот кого вот вот какого человек вы видите вы можете участок нарисовать вот рассказать какого бы возможно хотелось но я вижу человека который понимает нашу миссию во первых потому что мы ответственно не просто за себя например да даже за детей куда какую церковь они придут под каким пастором будут ответственность за служение то есть какому каким будет служение вот под тем наставником который будет над нами или там ментором или пастором вот и важно чтобы он дал нам как сказать путь что ли выхода нам на новый этап мы все-таки этого ждем очень мы хотим чтобы получить поддержку от пасторства от духовной власти для этого служения для развития этого движения может быть благодаря этому человеку реально как-то при произведут какой-то вот серьезные изменения то есть серьезное в плане масштабности что ли потому что ну двигаться так локально да там маленькими группками людей это нормально но если есть потенциал почему мы не двинуться и почему бы не сделать но массово это то есть чтобы люди узнали об этом потому что ну не все же мы людей касаемся одиноких да то есть может быть есть люди которые реально страдают до сих пор страдают и не могут найти ответов и у них нет ответов а когда бог уже дал этот ответ мы ждем такого человека который нам в этом плане способен помочь и способен вообще понять